Здравствуйте, дорогие друзья! Мы находимся в Санкт-Петербурге, в салоне музыкальных инструментов «Бегштейн», и сегодня у нас в гостях профессор Дмитрий Валентинович Щирин. Здравствуйте. Мы хотели бы сегодня пообщаться на тему использования фортепиано в учебном процессе, поскольку Дмитрий Валентинович, как мы знаем, преподаете в музыкальном вузе, в университете культуры, институте культуры в Санкт-Петербурге. Кроме того, являетесь заведующим кафедрой, то есть видите весь процесс обучения студентов по классу фортепиано. И в связи с этим вопрос, какова сегодня практика использования рояля «Бегштейн» в учебном процессе в вашем вузе? Спасибо, «Бегштейн». Замечательная марка, она мне очень нравится. И как раз в этом году у нас институт купил два новых концертных «Бегштейна» в камерный зал. Пока мы еще не успели их в связи с эпидемиологическими мероприятиями как следует освоить, но тем не менее уже мы как бы играли на них, и даже какие-то записи делал для концертов, для конкурсов. Очень приятно всегда под руками, очень хорошо звучит, поэтому большое спасибо эфирам «Бегштейн» и руководству нашему вузу, которые смогли приобрести для нашего учебного процесса такие замечательные инструменты. В обычных рабочих аудиториях у нас оригинальных «Бегштейнов», полноценных «Бегштейнов» нету, но зато есть и пианино «Циммерман», и рояли «Хоффман», и пианино «Хоффман». То есть как будто вся линейка качественных, хороших европейских роялей в нашу вузу представлена, чему мы все очень рады. Что касается именно использования инструментов, какая особенность есть, какая разница в требованиях между инструментом, который используется, допустим, в учебной аудитории и в концертном зале? Для учебных аудиторий они должны быть более крепкие, потому что все-таки концертный рояль, он должен быть более богатым, более ярким, более звучным, более благородным, более выразительным, более богатый Абертона. Конечно, хотелось бы, чтобы в учебных классах тоже были хорошие инструменты, но прежде всего, поскольку нагрузка на них очень большая в обычных аудиториях, то не могу сказать, что требования ниже, но требования более доступного ремонта, более частые настройки, более, что называется, не только ладно скройно, но и крепко шито они должны быть. Ну, вот как бы это, наверное, основные требования, которые позволяют играть и в четыре руки, и в камерных ансамблях, и аккомпанировать вокалистам, духовикам, струйникам, ну и, естественно, заниматься специальным фортепианом. Спасибо, да. А что касается концертных инструментов, которые стоят на сцене в камерных залах, да, и уже используются в качестве экзаменационных, да, как я понимаю, концертных, есть ли какие-то особенности их использования в плане того, что вы как-то ограничиваете, или как-то особо... Мы их бережем. Мы их бережем. Они у нас закрываются на ключ, и, в общем, ну, в нашем камерном зале не только пианисты, естественно, репетируют. Там у нас много разных направлений, и народное песенное искусство, и академические хоры, и народные инструменты, и духовые инструменты, и инструменты странного оркестра у нас есть. Но мы стараемся беречь их в большей степени. Хотя у нас стоит хороший концертный бикштейн в театральном концертном зале, на котором играют все. Но наши фортепианы и бикштейны, мы их называем, все-таки мы стараемся к ним относиться с большим трепетом, нежностью и теплотой. Поэтому, ну, хороший инструмент. Уже играем на них, когда уже все готово, когда уже все выучено. То есть просто сидеть, выучивать репертуар на хорошем концертном бикштейне – это как-то не камильфох. Да, это понятно. Вы сказали по поводу пианино, да, что кроме роялей, также в учебных аудиториях используете и пианино, то есть вертикальные инструменты, да, с вертикальным расположением струн. В чем отличие для пианиста все-таки? Нужно ли как-то приспосабливаться к инструменту? Ну, конечно, это другие акустические возможности, другие возможности педализации. Ну, пианино обычно стоят в более маленьких классах, в меньших классах. Там, где рояль либо не поместится, либо музыкально-теоретические классы, где стоят парты, где народ занимается сольфежью, гармонией, полифонией. Хорошо, когда есть рояль, есть такая возможность. Но если, как это часто бывает, рояля нет, то стоит хороший инструмент, хорошая пианино. И этого, в принципе, вполне достаточно для такого ежедневного, обычного учебного процесса. Ну, а что касается площади классов, да, есть ли, может быть, есть какие-то конкретные цифры в памяти, до какого объема, до какой площади пианино можно использовать? Ну, у нас обычные пианино стоят в классах примерно до 15, 18, 20 квадратных метров. Если классы больше, то у нас стоят рояли. На нашей кафедре, на фортепианной кафедре, у нас везде стоит по два рояля, либо в одном из классов у нас есть пианино и рояль, чтобы можно было и в четыре руки играть, и как-то так вот уже услышать себя в акустике, что всегда очень важно и очень интересно. Но, как говорил мой профессор Мессиалич Хальфин, у которого я учился в консерватории, и у которого здесь был первый бикштейн, хороший, на котором я играл, то у него дома. Он говорил, садишься за инструмент, самый плохой, играй на нем, как на самом лучшем бикштейне. Это слава моего профессора. Замечательно. Что касается знакомства с инструментом, когда пианист выходит на сцену, зачастую получается, что времени на знакомление, на привыкание практически нет, либо это какая-то короткая репетиция и так далее. Что пианисту в этом случае делать? Это сложный вопрос. Это всегда каждый раз по-разному. Опять, как говорил мой любимый профессор, нет плохих роялей, есть плохие пианисты. Ну, естественно, есть бикштейн, а есть не бикштейн. Вот это тоже есть такой факт. Но когда репетиция, когда знакомишься с инструментом, это всегда такой очень, не хочу сказать, интимный процесс, ну, в общем, да, очень бережный процесс, потому что рояль, хорошее пианино, хороший инструмент – это всегда продолжение рук исполнителя, продолжение его нервов, продолжение его души. И когда успеваешь на репетиции почувствовать вот этот контакт с инструментом, когда он тебе отвечает, когда ты что-то хочешь сделать, инструмент делает это. Вот это самое главное и для репетиции, ну, и, естественно, для концерта. Хотя, конечно, на концерте это всегда в каком-то смысле вариант непредсказуемый, потому что это акустика, зависит от количества человек в зале, зависит от настроения в зале, которое царит. Вот просто выходишь на сцену, и ты понимаешь, а что с залом? Как он будет реагировать? Потом вроде бы уже начинаешь играть, и зал начинает идти за тобой. Это самое главное, в чем, естественно, помогает инструмент, потому что, как я уже сказал, это продолжение нервов, продолжение рук, продолжение души исполнителя на концертной эстраде. Спасибо. Давайте немножко поговорим о самой марке Бекштейн. Я так понимаю, что у вас достаточно богатая история общения с этими инструментами. Расскажите немножко. Да, я очень люблю эти инструменты. Наверное, я бы назвал три самых вот таких удающихся инструмента Бекштейна, с которыми я общался на протяжении своей жизни. Первый инструмент – это который был дома, в квартире у моего профессора Моя Зякоча Хальфина. Это был небольшой Бекштейн, наверное, малый салон, либо миньон. Вот я не могу сказать, что он был продолжением моих рук. Он, скорее, был продолжением мысли и рук моего профессора. То есть инструмент не позволял небрежности, инструмент не позволял неаккуратности по отношению к штриху, по отношению к способу звукоизвлечения, по отношению к педализации. То есть он настолько заставлял ясно мыслить и делать то, что ты хотел делать и планировал делать на инструменте, что, в общем, даже профессор сидел рядом, особенно когда был не очень здоров, так чуть подальше в кресле, играл у него дома на его Бекштейне. И он мне говорит, миленький, ну ты видишь, что инструмент от тебя хочет? Вот это же я хочу сказать тебе сам. Это была какая-то фантастика, да. То есть для меня вот это, наверное, первый Бекштейн, который вот действительно продолжением нервов, в жизни, мышления моего любимого профессора, у которого я учился пять лет в консерватории. Второй Бекштейн, который тоже остался в моей памяти, врезался в мою жизнь, это было в Дюссельдорфе в 95-м, 6-м, 7-м году. Там, напротив оперного театра, был небольшой магазин Бекштейна. Это еще были давние времена, даже тогда еще были там не евро, а дойч-марки. И вот как раз, когда мы вошли, там много было инструментов, красивые витражи на окнах, стояло два Бекштейна, прям практически при входе, чуть-чуть в углубление. Один стоил 100 тысяч дойч-марок, другой стоил 120 тысяч дойч-марок. Тогда это были совершенно запредельные деньги, немыслимые, впрочем, сейчас тоже это немаленькая сумма в пересчете на современные цены. Но я присел к одному роялю, чуть-чуть стал играть, играл соль-моль-мажорную прелюдию Рахманинова. И вдруг я понимаю, что мне даже почти не приходится ничего не делать. Я вот что-то думаю, что я хочу какой-то голос показать, какую-то фразу, какую-то линию вывести. И он все делает. То есть что-то совершенно неправдоподобное, наверное, лучшие инструменты я в своей жизни не видел. И третий инструмент, который также был очень приятен, но это даже не Бекштейн, а это Хоффман, который стоит у нас в Белом зале в Институте культуры. Такое историческое место. Говорят, что там впервые произошла встреча Пушкина и Дантеса. У него в Белом зале, да, вот, там стоит Хоффман. Небольшой, но очень благородный, очень красивый по тембру. И когда на нем играешь, вот этот огромный белый зал, он как бы весь окутывается вот этой аурой, вот этой атмосферой рояля. И играешь на рояле, и ты понимаешь, что вот звук летает по всему залу и возвращается снова к тебе. И возвращается уже к другим, более теплым, более мягким, более интересным, более разнообразным, где-то более звуки, где-то более густым и плотным, и насыщенным. Немножко тоже очень интересное ощущение, с которым я не так часто сталкивался на концертной эстраде. Хотя хорошие Бекштейны есть у наших партнеров в музыкальном педагогическом училище. У них стоит два концертных Бекштейна, и вот там мы проводим наши фестивали, наши конкурсы. И достаточно известные Браталмайо Кристофори, чисто фортепиано, где вот ваш магазин является нашим партнером и даже спонсором нашего гран-при победителей. Другие фестивали и конкурсы, полифоника, ролига, и в общем все исполнители, которые играют на роялях, и я в том числе, кто с большим удовольствием вспоминает о качестве этих роялей и об удобстве исполнения программы. Чудесно. Спасибо большое за ваш рассказ. Спасибо вам. Буквально два-три слова в завершение. Что для вас Бекштейн, если совсем коротко? Бекштейн – это мечта. Среди российской интеллигенции была такая поговорка среди музыкатов. Ну а какой у вас Бекштейн? У меня никакого. Пока. Но надеюсь, будет. Спасибо огромное за встречу. Спасибо вам. Было очень приятно пообщаться. Взаимно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok